Всем привет, друзья! Xperia T3 сегодня у меня вот с такой проблемой не работает touch, как видите вот эти две полоски возможно, что-то еще не работает отдельные буквы не реагируют итак, сегодня у нас замена дисплейного модуля а вот такой вот дисплейный модуль тонкий проклеенный шлейф здесь у нас разъем тачскрина 85 евро все полностью вместе с работой постараемся постараемся снять данный дисплейный модуль правильно, аккуратно включу сепаратор потому что дисплей целый вот закажу стекло заменю в дальнейшем на нем стекло будет стоить порядка 10-15 евро 10-15 евро понимаете, да сколько можно заработать на таких вещах так снимаем крышку давайте посмотрим что у нас здесь есть ничего у нас здесь нету месяц назад снимал видео на Xperia T3 с заменой ну там не совсем замена была решили вопрос с сим-ридером дисплейный модуль еще ни разу не менял это вы не судите строго за скорость отстегиваем разъемы давайте сразу проверим проверим наш новый дисплейный модуль предварительно смотрите чтоб тач был пристегнут включаем смартфон ждем загрузки сразу проверяем как видите все работает те цифры которые не работали на на родном дисплее здесь они давайте перевернем посмотрим туплю немного переворачиваю дисплей и думаю что же он не переворачивается как видите как видите все работает буква В которая глючила при вертикальном положении телефона тоже самое цифры которые не глючили реагируют итак итак давайте приступим к замене выключаем телефон нажимаю отстегиваем отстегиваем батарею первым делом смотрим как у нас идет дисплейный модуль идет шлейф проходит снизу судя по всему системную плату можно будет не снимать я думаю так давайте давайте посмотрим приступаем к разбору нижнего модуля антенного прибора отстегиваем в в и в а в и и и и и и Итак, 7 одинаковых винтиков, так вот он наш шлейф. Так вот это все. Судя по всему основной шлейф, который здесь пристегивается. Первым делом нам нужно высунуть батарейку. Не вижу я здесь направляющих. Возможно они с этой стороны. Давайте их вытащим отсюда. Вот одна из них средняя. Аккуратно стараемся не порвать. Это не очень удобно, они расположены. Зацепили. Тянем. Одна есть. Разъем точскрина мешается. Так, вторая. Аккуратно подцепляем. И последняя, я надеюсь, с этой стороны у нас. Так, по-моему еще одна, но нет. Это датчик влажности. Оказывается, еще одна есть, только она довольно глубоко спрятана. Не будем ее снимать, пусть будет. И так, шлейф дисплейного модуля. Аккуратно снимаем. Так, над шлейфом дисплейного модуля находится другой модуль антенной. Так, давайте отсоединяем разъединение. Разъединяем разъединение. Аккуратно отстегиваем. Он нам нужен целом. Аккуратно отстегиваем. Аккуратно отстегиваем. Давайте снимем антенной модуль, чтобы не мешался. Доложим его обратно. И так, все готово. Ставлю телефон на сепаратор. в таком виде. Ставлю на паузу пока. Снимаем сепаратора. Горячий телефончик. Да, довольно сильно приклеим. Уже чувствую. Уже чувствую. Так. Аккуратно отстегиваем. Аккуратно отстегиваем. Аккуратно отстегиваем. Быстро остывает. Такие вот отмычки у меня есть, я их нарезал из прозрачного тонкого пластика, очень удобные как раз для вот таких целей, так же этими отмычками я снимаю дисплеи с Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S5, они удобные тем, что они очень тонкие и прочные и вместе с тем они очень хорошо гнутся. Обычный пластик прозрачный с упаковки любого товара китайского. Так, будем греть сеном. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так. Так. Субтитры делал DimaTorzok 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 Итак, греем низ. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дисплей Xperia Дисплей Samsung 5, 4, 6 Будьте аккуратны в этом плане снимем Субтитры делал DimaTorzok Довольно крепко Давайте его просто срежем таким способом Струмент заточен у меня под лезвие Очень острый Не раз резал пальцы Зато очень удобно снимать Обрезать двусторонний скотч В таких случаях Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Definition Да, температура уже достаточно высокая Боюсь сжечь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что там за скотч такой сняли не совсем скотч точнее совсем не скотч здесь у нас силикон это силикон поэтому так крепко держала бог с ним дисплей целый я займусь им потом сейчас давайте очистим поверхность остатки силикона пыли грязи где бы его взять такой надо поискать если кто-то пользовался или пользуется буду благодарен за ссылочку поверхность обезжириваем специальным раствором тем самым удаляем пыль из-за припленовый спирт для узовой ванны вполне подойдет моментально испаряется поверхность уже сухая так дисплейный модуль мы уже проверили со старого дисплейного модуля нам нужно будет снять нужно будет снять что здесь есть давайте посмотрим такая вот сеточка динамика верхнего так и вот это у нас какая-то хрень пластинка пластиковая пока еще не знаю ли чего она поставим ее на место пластик лепим сразу на новый дисплей далее динамика далее динамика далее проклеиваем силиконом этим самым акриловым скотчем поверхность дисплеем поверхность тач-скрин Приобретайте себе акриловый скотч, очень крепкий, разной толщины, можно заказать его на сайтах. Ко мне пришли, опять отвлекают. КОНЕЦ 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 Сюда можно приклеить потолще, вот такой вот. КОНЕЦ 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 все готово вставляем шлейф в отверстие упираемся в лампу до конца и опускаем эту часть выкладываем шлейф можно сразу застегнуть выкладываем шлейф выкладываем шлейф выкладываем шлейф нижнего модуля микрофон застегиваем виброзламок пристегиваем разъем шлейфа боковых кнопок вот здесь я честно говоря не помню как шел кабель кабель шел он был приклеен да кабель был приклеен вот сюда даже вот так надо обращать внимание на эти мелочи особенно когда разбираешь первый раз вставляем микрофон давайте соберем нижний модуль динамик вместе с антенной динамик 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 итак ставим батарею учитывая то что мы содрали батарею с оригинального двустороннего скотча давайте посадим на акриловую чтобы она не тарахтела ставим на свое место прижимаем так и не забудьте конечно же прислать дисплей можно поднагреть чуть-чуть на сепараторе как следует прижать края тачскрина к рамке можно феном хотя акриловый скотч очень крепкий обязательно очищайте поверхность обезжиривайте снимайте пыль и тогда посадка дисплейного модуля к рамке будет очень надежной включаем смартфон наклеечку вот эту которую мы снимали с разъема вклеим обратно уплотнительная наклейка ставим крышку и возвращаем клиенту всем спасибо за внимание друзья это было xperia t3 все работает пишите ставьте лайки подписывайтесь всем удачи в работе до новых встреч